в монте вот такая мультиварка saturn. ее название сатурн ms9188. диагноз мультиварки включается. все загорается. не нажимается кнопка старт. переключения какие-то есть. но не включается. прежде всего нужно разбирать. просто здесь есть четыре винта. единственный нюанс это то что один винт три винта под обыкновенную крестовую отвертку. один винт под плоскую и в середине специальный контрольный выступ. поэтому для того чтобы открутить тут нужно проявить смекалку. каким образом берется. если у вас нет инструмента берете гвоздь загибаете. здесь молотком сделали плоскость и над фильком аккуратно сделали прокин. теперь можете открутить этот винт. по-другому никак. для того чтобы вскрыть еще на клипсах. здесь стукнули и клипса отцепилась. нужно нажать или стукнуть и клипса отцепилась. теперь дальше разбираем. идем к плате кнопок. откручиваем вот эту плату сначала. вместе с пластиковым креплением. чтобы продолжить дальше нужно немного отсоединить вот эта накладка. накладка декоративная. она держит сам корпус. само крепление платы. здесь вот посредине. для того чтобы ее освободить сначала проталкиваем здесь фиксаторы. здесь проталкиваем фиксаторы. вот она немножко здесь появилась щель. и потом аккуратненько поддевая ножом. немножко вытаскиваем. сильнее. для того чтобы вот здесь в середине освободить фиксатор. отсоединили один. здесь в середине тоже. раз отсоединили второй. и теперь плата управления может вынется. мы ее можем посмотреть. как и было сказано. у вас не нажимается самая не не реагирует вот эта самая верхняя кнопка. для того чтобы проверить в чем дело. самая верхняя кнопка вот она. необходимо прозвонить. берем прозвонку. смотрим в каком состоянии. чтобы было видно вам. я ставлю на прозвонку. и нажимаю. как-то там реагирует. какое-то сопротивление немножко меняется. но не так меняется как например на вот этой кнопке. следующая кнопка. вот ее контакта 4. берем и меряем. нажимаю. следующую. еще раз замеряем. видим что она не реагирует адекватно на нажатие. кнопка. как реагирует вот здесь например. вы знаете даже пришлось не выключиться для того чтобы не выглядеть некорректно. так скажем. хотел вам показать разницу между включениями различных кнопок. но оказалось они все не работают. кроме одной. я такого не ожидал поворота. все кнопки не реагируют на нажатие. кроме одной вот этой. ну и тогда все кнопки не реагируют на нажатие. я проверил. они все не работают. и поэтому нужно поменять все эти кнопки кроме одной вот этой. ну и тогда будет адекватно. они в принципе кое-как реагируют на нажатие. когда микроволновка включается. нажимаешь на кнопку. и потом она как-то включается. какой-то режим меню или еще что-то. но одна кнопка включения вообще никак не реагирует. и кнопка часы не реагирует. но часы в принципе и не нужны были. но так или иначе кнопки не работают. необходимо поменять. и тогда будем смотреть как это повлияло на работу. вам показать как я выпаиваю. переключатели уже два выпаял. я пользуюсь паяльником мощным. где-то 60 ватт. для того чтобы у него было жало настолько широкое, чтобы попадать сразу на два контакта. тогда легче. подводим сразу к двум контактам. вытаскиваем одну сторону. разъем. теперь подводим ко вторым двум контактам. вытаскиваем вторую часть. так вытаскиваем все. здесь я определил что не работают все выключатели кроме микро переключателя кроме одного. я их сразу выпаиваю и поставлю все на место. продолжаю я впаять переключатели. осталось кнопки. осталось последнюю впаять. тут как я уже говорил ситуация очень странная. оказалось что проверять кнопки они все не работают. я уже посомневался в работоспособности своего прибора. никогда не встречал ситуацию когда проверяется очень просто. два контакта здесь всегда замкнуты. два параллельно. там где по широкой стороне а по короткой стороне подсоединяем и нажимаем на кнопочку и слушаем. должно быть вот так я нажимаю должно звониться и впаиваю последний буду уже тогда проверять работоспособность самой платы впаиваю в принципе просто большим паяльником по идее можно любым паяльником впаять сначала прижимаю и прихватываю а затем начисто припаиваю вместе с припоем хорошо наливается тогда и хорошо затягивает таким образом теперь уже можно даже в таком состоянии подключить установку посмотреть как она работает только нужно так ее расположить чтобы не замкнуть нигде не замкнуть потому что я даже сейчас почему и большим паяльником припаиваем хотел включить свой маленький регулируемый неаккуратно неаккуратно себя повел замкнул контакты спалил паяльник поэтому аккуратно подходим к этому процессу проверяем нажимаются ли кнопочки если не нажимаются значит что-то где-то стало неправильно все кнопочки должны нажиматься в таком виде можно попробовать включить и посмотреть какой результат нажимаются ли кнопки у нас здесь практически никакие кнопки не нажимались сейчас можем работает 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 тут при определенных ситуациях какие-то надо понимать что делать кнопки работает